здравствуйте вот решил интегрировать simu osd и fpv прямо в корпус набросал такую схемку соединения вместе с osd центральным будет у меня osd фирмы tarot в корпусе будет встроена курсовая камера микрофон и видеопередатчик также вот воздушке gps модуль и маяк маяк будет получать данные от gps и сообщать пути и утери координаты что за маяк будет в описании питание маяка и gps а будет от платы с выключателем здесь будет плюс 5 вольт будут подзаряжаться маяк и питаться gps то есть независимо от включенных пиви или не включен поэтому тут они соединяются только одним правах проводом это передача данных от gps а на повезде саму плату везде я решил разместить под основной платой симы она тут очень хорошо ложится таким образом фиксируется будет ленты сюда и будет все соединения сходиться согласно схемы не знаю нужен не нужен микрофон но я поставил и запитал его от платы платы осд имеется 5 плюс 5 вольт камера питается от напряжение от 7 до 15 вольт без проблем поэтому ее не нужно никакого стабилизатора также и передатчик от 7 до 24 вольт питается и никаких преобразователей не нужно самому комплекты фпи я решил запитать от балансировочного разъема что позволит включать или не включать фпи если он не нужен но gps и маяк будут работать всегда ну что приступим к разводке разводка готова все спаяно все заведено на вот эту плату из платы выпаян разъем разъем провод 3 сигнальный провод 3 3 вольта он не нужен gps и маяк полностью заведены сюда и питание и обмен данными между ними также отсюда же идут данные на osd с gps и osd в таком виде запитана от балансировочного разъема я его тут разместил удобно будет стандартные коннекторы применить не удалось так как высота данная высота меньше чем высота разъема пришлось каждый контакт термоусадку и согнуть слегка в таком виде он помещается я уже подключал питание проверил работу микрофон работает камера osd и gps координаты передаются и в маяк и в osd ну что осталось только все это собрать и посмотреть как получится ну вот установка компонент завершена покажу что куда поставил ну вперед естественно камера на термоклей приклеим держится довольно хорошо gps модуль не совсем красиво но держится маяк маяк установлен установил вот сюда даже клеить не пришлось стоит как прижат очень прочно кабель выходит вокруг сюда видеопередатчик не совсем чего хотелось а ну посмотрим чуть шатается видеопередатчик доступно переключение каналов из отсека что удобно антенный вход я перенес сверху в бок так как сверху при любом падении антенна повреждалась микрофон на стяжке и самоплата OSD если тут будет видно она установлена там кнопка управления самой платой тоже доступна вот она то есть можно будет перенастроить если что не разбирая коптер в принципе все осталось собрать и полететь проверить как работает собираем вот так окончательно выглядит собраны с fpv маяком антенной для дальних полетов можно воткнуть маленькую если поблизости летать камера и антенна видеопередатчика сейчас включим а сейчас данный разъем работает как коммуникация маяка маяка с компьютером то есть можно через него настроить маяк например как обычная пищалка будет работать только в эфир передавать напряжение батареи в случае если полеты будут без fpv сейчас попробуем включить и посмотрим как работает для начала включим маяк радиостанция тоже включена уже напряжение батареи маяка батареи маяка заряжена полностью подаем напряжение батареи 3,7 он у меня в стороже говорит напряжение на одной банке не очень удобно подключение fpv включим монитор как видим сигнал идет у некоторых гасло ОСД на полном газе проверяем полный газ подключение что-то один раз моргнуло но в принципе работает сейчас проверяем функцию пищалки должен сейчас сообщить что напряжение уже маленькое вот слышно во время передачи что интересно ОСД немного гаснет вот еще раз ожидаем О видно видать передатчик немного вносит помехи но не выключает вот так теперь выглядит моя Сима для полетов поблизости я максимально облегчил снял ноги заменил антенну на более простую сделал самостоятельно из обычного кабеля снял 31 миллиметр экрана получился такой монополь это позволит в таком облегченном состоянии развивать большую скорость маневренность снял сразу же после просмотра записанного видео я заметил что оптическая овость камеры значительно смещена вправо это видно на этих кадрах по расположению лопастей которые должны быть по центру хотя визуально камера установлена довольно точно возможно оптическая ось смещена внутри самой камеры китайская подделка пришлось заново разобрать и переклеить камеру для центровки камеры я сделал визуальный ориентир для чего натянул нитку между осями и точно по центру прикрепил кусочек проволоки который был бывшей антенной включил FPV и когда клеил отцентрировал сейчас камера направлена точно в центр немножко вниз кстати визуально теперь она установлена довольно криво также поставил недавно пришедшие G-движки а для лучшего их охлаждения просверлил такие вот вентиляционные отверстия